Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с вашим вопросом, да, значит, начинается он вопрос, крайне негативно, да, то есть вы пишите о том, что у вас все плохо, и вообще-то надо сказать, что, ну, правда, к нам мало обращаются людей, да, у которых все хорошо, так что, я думаю, абсолютно нормально, чтобы считать, что все плохо, вот, значит, первое, что следует пометить, да, первое, что следует вам понять, это то, что вы, значит, это то, что вы, как бы так сказать, до сих пор пребываете в обиде, в обиде на своих родных, да, вот, в обиде на своих родственников, в обиде на своих маму и, соответственно, папу, вот, которые у вас были алкоголиками, да, вот, и которые соответственно вас не научили, вот. Я понимаю, вот, правда, я очень хорошо понимаю вас, понимаю, почему вы на них злитесь, да, вот, но, тем не менее, тем не менее, давайте понять и вы также, что ситуация такова, да, ситуация такова, что не родители ответственны за вас, не родители, а вы, и сейчас только вы можете сделать так, да, чтобы у вас все было нормально, только вы, только в ваших силах это сделать, знаете, вот. Поэтому, ответ, первое, что требуется, первое, что требуется сделать, это постараться отпустить обиды на своих родителей, вот. Вот. Это первое, что нужно сделать, это главное, потому что обиды вам мешают двигаться дальше, вот. Отпустить обиды на самом деле не так просто, вот, да, отпустить обиды не так легко, но постепенно, но постепенно, постепенно это, в принципе, можно сделать, если у вас есть желание это делать. Вот. Значит, с этим моментом мы разобрали. Дальше, ну, надо понять, что родители находились в какой же жертвенной ситуации, как и вы, да, то есть, они ничего не могли сделать, они давали вам то, что могли, и большего они не могли, вот. Большего они были не в состоянии вам дать. Это первое, что нужно понять, перестать требовать, перестать прикладывать ответственности и так далее. Значит, второе, второе, что необходимо сделать, значит, второе, что необходимо сделать, это определить свои собственные, идеалы, идеалы, установки, цели, стремления, учиться, стараться, делать выбор. То есть, принимать решения и правильно уметь распознавать поведение людей, да, то есть, ну, как бы, вот четкие свои собственные попытки узнать нужно вам. В этом знать потребность. И все. Значит, сперва потребность идет в безопасности. Вот. Как вы нам могли бы ее удовлетворить? Подумите. Это важно. Вот. Прям вот обязательно постарайтесь. Дальше. Дальше. Дальше мы с вами уже будем исходить из, ну, каких-то других вещей. Да, каких-то, каких-то других моментов. Второе, подумайте, а какие у вас ценности? То есть, то есть, на что, грубо говоря, вы ориентируетесь? А что, грубо говоря, вы могли бы ориентироваться в своей жизни? Вот. Вот вы говорите, что я тянусь к людям, да? Вот. Для чего вы тянетесь к людям? Зачем? Зачем? Чтобы что? Чтобы что в тело? Чтобы что получить, может быть, для себя? Вот. Попробуйте. Попробуйте это. В общем, понять. Ну, хотя бы подумайте об этом. Попробуйте. Значит, и далее, далее просто те вопросы, которые у вас есть, которые, ну, обычно, обычно разбирают. С родителями, да? Все вопросы. Вам нужно разбираться с психологом. То есть, просто стараться это делать. Ибо выбора у вас все равно не особо много, а вот дальше нужно стараться. Нужно стараться. Это для себя решить. Будете стараться, опять же, и все получится. Не сразу, но все получится. Вот. Сперва прорабатываем обиды на родителей, разбираем с вами, значит, детско-родительскую модель поведения, да? Вот. И, собственно, думаем, как нам жить дальше и что можно делать с этим дальше. Нужно наметить, наметить свои цели, свои ориентиры и иметь те. Вот. Спокойненько. 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 Стараться. Значит, это делать. Повторюсь. Не все сразу. Повторюсь. Сразу. Ничего не будет. Нужна работа. Понимаете? Вот. Нужна работа, чтобы понять, что для вас важно, что для вас ценно. Чтобы вы научились общаться с людьми. Вот. Обязательно. Обязательно. Обязательно посмотрите свои границы. Что вы позволяете людям по отношению к себе. Что не позволяете людям по отношению к себе. Что можно с вами. Как можно с вами поступать. Как с вами нельзя поступать. Понимаете? Если вы готовы работать над собой. То, в принципе, в общем и целом, все решаемо, все поправимо. Вот. И последнее. Да? Это принятие себя. То есть, есть вот такой. Есть вот такой пунктик, да? Что вы себя не принимаете. А вот. Вы сами себя не принимаете. В чем и тонкости. Поэтому нужно принять себя. чтобы быть менее зависимой от других людей. чтобы быть менее нуждающейся, да? В каких других людях. Вот. Важно ли это для нас с вами? Конечно важно. Очень важно. Для нас с вами, для нас с вами абсолютно важно, чтобы вы учили себя принимать. Потому что только через принятие себя можно что-то сделать. Вот. Только через принятие себя можно чего-то добиться. Да? Вот. Вот. Только через принятие себя можно быть равной людям. Понимаете? Вот. Только так. И никак иначе. К сожалению. Ну, ну, как к сожалению, может быть, к сожалению, может быть, к счастью, я, например, считаю, что это скорее к счастью. Вот. Потому что момент здесь он как раз таки в том, да? Да? Чтобы вы сами учились быть наедине с собой и принимают в себя такой, да? Вот. Какая вы есть. Это важно. Если вы этого делать не будете, то нельзя говорить о том, да? Нельзя говорить о том, что что-то у вас может получиться. Ну, просто. Ну, просто нельзя будет тогда об этом говорить. К сожалению. Ого. И все это происходит, все вот эти действия происходят через работу с психологом. То есть вам нужно работать с психологом для того, чтобы поправить свое поведение. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Вы нуждаетесь в длительной терапии. Вот. Это я вам, ну, это говорю не с той целью, чтобы вы начинали выходить к психологу, да? А я вам говорю о той цели, что чтобы дорасти, дорасти, нужно работать. Нужно развиваться. Это веселое и увлекательное дело. Но для этого нужны усилия. Либо вы отдаетесь и закладываете на себя руки, да? Что, безусловно, не является выходом из ситуации. Либо вы, соответственно, боретесь на взросе чего-то добиваетесь и становитесь достойным человеком. Вы уже достойный человек вопроса. Нужно это увидеть. На этом все. Еще раз желаю вам всего самого лучшего. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok